Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня у нас необычный формат и необычное видео, я думаю, оно сейчас может быть наиболее актуальным. У нас сейчас очень многие люди боятся потерять деньги и возникает вопрос, а что же делать, да, то есть как не потерять деньги, что делать со всем этим, все падает, может быть высокая инфляция, может быть мировое правительство, может быть у нас вообще торги прекратят, начнется экспроприация, национализация, да, то есть люди переживают за свое будущее. И сейчас, сегодня отдельно подготовил доску, буду сегодня много рисовать для того, чтобы не просто там на словах объяснить, а объяснить непосредственно на конкретных примерах, да, то есть почему не стоит за это волноваться, почему не стоит за это переживать, и какие действия в принципе можно совершать для того, чтобы вот этого спокойствия было больше, для того, чтобы попасть, может быть, в зону комфорта или расширить зону комфорта и не переживать о том, что что-то может измениться кардинально. Причем нужно понимать, что мы действительно находимся сейчас в ситуации, когда меняется мировой порядок, в ситуации, когда там разрываются глобальные цепочки поставок, когда образуются различные зоны, зоны влияния, да, то есть у нас получается мир, он начинает расползаться на куски, превращаться в некое такое лоскутное одеяло. Если еще три года назад можно было говорить о том, что мир, он как бы единин, производство сконцентрировано где-то в Юго-Восточной Азии основное, да, может быть, в Латинской Америке, производство товаров, услуг, технологий сконцентрировано в Америке, в Силиконовой долине, в Европе, то сейчас мы понимаем, что какое-то напряжение растет, и, естественно, когда цельное одеяло начинается разрываться на кусочки, да, то это вызывает напряжение, это вызывает напряжение в политике, это вызывает напряжение в экономике, это все сказывается на нас конкретно. Я поделюсь своим мнением, то есть как я сейчас смотрю на то, что происходит, может быть, вам тоже действительно это может подойти. Кейс-пример из моей личной практики. Человек с достаточно большим состоянием пришел на личную консультацию, и вот именно то, что я ему сказал, и то, что сейчас собираюсь сказать вам, действительно помогло больше, ну, что называется, выдохнуть и сказать, ну, в принципе, не все так страшно, как оно кажется на первый взгляд. То есть вот первое, что нужно знать, был такой экономист, старик Маркс, который еще в 19 веке очень подробно все написал, рассказал. Причем не просто подробно написал и рассказал. Он рассказал это таким языком, что его смогли понять рабочие, крестьяне. Он подвел теоретическую основу для революции, революции в России, революции, которые частично там были в Германии, когда простым работягам, не сказать, что они были чрезмерно грамотные, простым крестьянам, которые всю жизнь работали на селе, и у них не было никакого образования. Он объяснил, каким образом устроен экономика, каким образом устроен капитализм и почему мы к нему пришли, и каким образом, соответственно, этот капитализм в будущем будет трансформироваться. И поэтому первое, что я могу призвать, для того, чтобы вы получили больше спокойствия, прочитайте первый том капитала. Отдельно есть даже книжка «Капитал Маркса в комиксах». Можете там найти на просторах интернета, посмотреть, чтобы, в принципе, все было понятно. Сейчас я изложу ту суть, которая лично мне сейчас позволяет находиться в зоне комфорта. Итак, в чем заключается суть? Суть заключается в том, что любой товар, который участвует в экономическом обороте, он обладает одновременно двумя характеристиками. То есть первая характеристика, в качестве примера можно привести, то есть был древний человек, и этот древний человек мог за один день добыть, допустим, пять рыб в ручье или в реке, ловил ее руками. Он мог этих пять рыб поймать, а то есть когда он эту рыбу извлекает из воды, из реки, то вот эта вот рыба, она для него обладала потребительской ценностью. То есть он мог эту рыбу привнести домой, и дома, соответственно, этой рыбой накормить свою семью непосредственно. И ему приходилось каждый день приходить и пять рыб ловить. Потом вдруг происходит нечто, нечто в экономике это называется средство производства, что приводит к росту производительности труда такого человека. Он изобретает острогу, и, соответственно, теперь он рыбу ловит не руками, а ловит острогой. И он может за то же количество времени, которое он раньше ловил пять рыб, он теперь может наловить пятнадцать рыб. То есть рыба как обладала своим потребительским свойством, так и обладает по-прежнему. Но для того, чтобы накормить семью в день, достаточно пяти рыб. И то есть появляется некий излишек. То есть десять рыб, которые человек добыл. За счет того, что у него появились средства производства, это острога, которая увеличила производительность его труда. Эти рыбы, которые десять дней съедаются дома, они еще начинают обладать таким качеством, как меновой стоимостью. То есть он может взять эти десять рыб, прийти к крестьянину, который раньше занимался исключительно собирательством, и собирал плоды и ягоды. А тут он начал возделывать какой-то участок земли. И соответственно у него этих ягод стало больше. То есть он изобрел лук и может сажать эти ягоды условно. У этого ягоды стали обладать меновой стоимостью, у этого рыба стала обладать меновой стоимостью. И он может эти десять рыб пойти к какому-нибудь охотнику, который в течение одного дня добывал одного бобра. А когда он изобрел лук, начал добывать трех бобров. И опять-таки охотнику ему достаточно для того, чтобы удовлетворить свои потребительские, потребительскую ценность. Ему достаточно соответственно одного бобра. И у него два бобра получается из лыльчика. Они приходят друг к другу и начинают меняться. Этот дает ему десять рыб, охотник дает одного бобра. Поэтому в основе экономики, ключевое, что находится, то есть если экономику изобразить некой такой пирамидой, то есть базисом данной пирамиды является товарооборот. Ну я, например, да, то есть есть люди, наверное, кто моложе меня, которым меньше тридцати лет, они с этим не сталкивались, но кому больше там тридцати пяти лет, они застали историю, когда девяностые годы, свободная экономика шоковая, да, цены непосредственно отпустили, в стране началась очень высокая инфляция. И высокая инфляция привела к тому, что доверия к средствам платежа, к деньгам не было, да, потому что первым является что? Каждый товар, который производится, он обладает меновой стоимостью. И вот эта вот меновая стоимость для того, чтобы было удобнее оценивать время, которое было потрачено на создание определенного количества товаров, изобрели деньги. Изначально это были какие-то ракушки, где-то это были камни большие, где-то это были шкурки куниц или соболей, да, где-то потом это стало рубленое золото, рубленое серебро. То есть появились деньги. То есть деньги, они позволяют, являются мерой стоимости сублимированного труда, который находится непосредственно в товаре, в товарообороте. И в ситуациях, когда происходит нечто, что вызывает большие вопросы к средствам платежа, после войны, после голодомора, после того, когда государство очень сильно увеличивает расходы без соответствующего увеличения самой экономики, производительности труда. То есть когда количество денег увеличивается, а товарооборот, количество товаров в экономике остается прежним или уменьшается, количество денег увеличивается. К деньгам возникает большой вопрос, да, то есть их начинают называть фантиками. По-другому это называется инфляция. То есть количество произведенных товаров осталось прежним, количество денег, которые считают, увеличилось без сопоставимого увеличения товаров. И, соответственно, к деньгам возникает вопрос. И тогда, что происходит тогда? Опять-таки люди, кто находится в возрасте 60-70 лет, это прям их боль. Они могут сейчас прям сказать, да, такое было. Я это просто видел, да, когда к деньгам доверия не было, зарплату выдавали товарами, которые производились на предприятия. Предприятия, соответственно, между собой занимались бартером, потому что доверия к вот этому не было, да, потому что ценники приходилось постоянно переписывать. Поэтому основой является товарооборот. Деньги являются надстройкой. И в стабильных условиях, когда есть доверие, соответственно, они являются вот этим вот средством платежа, мерой стоимости. То есть деньги выполняют пять функций. Если хотите узнать, что за пять функций, которыми обладают деньги, оставьте комментарий под видео, поставьте лайк. Обязательно запишем видео, какими функциями обладают деньги. Пять функций денег. И потом уже по мере развития капитализма появляется, то есть деньги являются основой для денежного рынка. Деньги начинают продаваться, деньги сами становятся товаром. Возникает денежный рынок. На основе денежного рынка, соответственно, у нас формируется рынок облигаций. Ну и высшим можно назвать и акцией. И то, где сейчас сконцентрированы основные риски, где сейчас возникает зона напряжения, зона напряжения возникает вот здесь. Почему здесь возникает зона напряжения? Потому что во времена ковида мировые центральные банки беспрецедентно увеличили эмиссию денег. То есть деньги начали просто тупо печатать. И если еще 50 лет назад печатание денег это было фактическое печатание денег, когда надо было просто элементарно их напечатать, чтобы у них была физическая форма, то сейчас это достаточно сделать в электронном виде. То есть просто на кнопочку нажал, плюс триллион нарисовался, банкам этот триллион отдал, потому что очень много денег находит в безналичной форме. И на тебя смотрят уже как на дикаря, если ты наличными расплачиваешься. Опять же, напряжение в каком ключе возникает? И многие люди, которые увлекаются криптоинвестициями, не понимая данную структуру, то есть что является криптовалютой, что это такое? То есть криптовалюта, когда цена на саму валюту меняется, это больше относится к денежному рынку. То есть основой все равно являются деньги, когда деньги выступают сами по себе товаром. То есть когда вы покупаете биткоин и продаете биткоин, то есть он выступает неким таким товаром. Есть рынок, на котором он торгуется, есть покупатели биткоинов, есть продавцы биткоинов. И, соответственно, в этом случае получается, что нужно понимать, что денежный рынок – это надстройка, то есть он идет выше, нежели чем деньги. И любое спасение в этой плоскости, когда у нас подорвано доверие к вот этому, оно находится в зоне риска, и оно создает непосредственно напряжение. И ключевым для инвестора в этой связи является то, что вы в итоге должны думать, что основой является товарооборот. То есть с товарооборотом ничего не денется. Рыбу как потребляли, так и будут потреблять. Коммуникационные услуги как потребляли, так и будут потреблять. Как говорит Уоррен Баффет, да? Он говорит, я не знаю, я не знаю через 100 лет, что будет мерой стоимости, меновой стоимости. В чем будут считать? Но даже через 100 лет человек будет готов обменять 30 минут своего времени на бутылку Кока-Колы и гамбургер. И поэтому я буду покупать акции компании Кока-Колы и Макдональдс. Потому что он смотрит в основу товарооборота. И тогда, если вы понимаете вот эту вот картину, ну то есть акции в плане денежной оценки, они находятся выше, да? Потому что они покупаются, вот ликвидность вот отсюда непосредственно идет, то есть мы покупаем за деньги. Но при этом те же самые акции, как уже как доля бизнеса, бизнеса, который создает товары и услуги, которые идут в экономику, внутри которой они обращаются. Почему долгосрочно акции истерилизуют инфляцию? Потому что они производят товары и услуги. Инфляция приводит к разнице между количеством денег в обращении, скоростью их обращения и количеством производимых единиц товаров и услуг во всей мировой экономике. И поэтому, когда вы являетесь акционером какого-то бизнеса, долей бизнеса, который создает товары прибавочной стоимости, то в этом случае вот эти вот надстройки, да, которые могут полететь, потому что когда у вас летит вот это, когда у вас разгоняется гиперинфляция, у вас доверие к деньгам пропадается, да, вы хотите вложить в что-то реальное. И в что это реальное вложить? Кто-то покупает продукты, это сюда, кто-то покупает спички, гречу, кто-то покупает, там, давайте сейчас обновлю машину, пока цена на нее не выросла, кто-то говорит, давайте я куплю квартиру сейчас, да, это все вот сюда вот идет, в товарооборот. Но опять-таки, создаст ли больше, квартира больше создаст, квартира в лучшем случае обеспечит сохранение от инфляции, от вот этого риска и недвижимость, да, но будет ли она способствовать приросту капитала, создавать прибавочную стоимость? Прибавочная стоимость создается вот здесь, когда поступают произведенные товары в рамках товарооборота с прибавочной стоимостью. И тогда возникает вопрос, то есть первое, о чем нужно говорить, что лично для меня расширяет зону комфорта, я смотрю на свои активы, я смотрю на свои деньги, они могут быть в рублях, они могут быть в долларах, они могут быть в юанях, да, и я смотрю, как эти деньги соотносятся с товарооборотом. Не вверх, потому что если вот здесь вот возникает трабла, вот это вот все падает, падает и денежный рынок, и рынок облигаций падает, но у вас будет денежный рынок, на котором торгуются тугрики, которые обесцениваются на 1000% в год. Что с денежным рынком этих тугриков произойдет? У вас есть облигации, доходность по которым выплачивается в тугриках. Что произойдет с облигациями, номинал которых и доходность, по которым привязана к тугрикам, которые обесцениваются на 1000% в год из-за инфляции, потому что их печатают. Опять же, акции, номинально цена с акциями, что происходит? Да, она падает, но если акцию смотреть как долю бизнеса, вот сюда, то в этом случае, если этот бизнес создает тугрики, ну хорошо, тугрики обесценивались тысячу раз, значит предприятие, которое создает товар, номинированный в тугриках, она просто этот товар будет продавать на 1000% дороже на уровень инфляции. И тогда еще раз мы смотрим, ну многое здесь уже зачеркнуто, да, мы тогда смотрим вопрос, мои деньги, они где? То есть они вверху этой пирамиды находятся, или они как-то связаны с низом вот этой вот необходимости? Это вот первое, что хочется сказать, что позволяет вот немного стабилизировать вот эту вот ситуацию. Да, возникает закономерный вопрос, и на встрече он тоже возник, когда человек говорит, ну а что, национализацию объявят, коммунисты прибежат снова, да, скажут, давай, у тебя есть земля производственная, у тебя есть предприятие, очень известное в России предприятие, связанное там с продуктами питания. Говорят, все, государство переходит. Что делать в этой истории? Мы переходим к тому, что у нас есть некий такой котел, назовем его капитал. В данном случае капитал я подразумеваю денежные средства, да, которые мы непосредственно берем. И получается, что здесь есть такой кранчик, да, у нас этот котелок, он пополняется чем-то, то есть он чем-то наливается, да, и, соответственно, он куда-то вытекает непосредственно на потребление, да, на наше потребление, потому что, получается, мы получаем деньги, да, то есть везде льются деньги, меры стоимости, и эти деньги, соответственно, на что-то расходуются. Опять, если мы посмотрим на структуру своих расходов, то есть деньги, которые к нам приходят, они опять что? Это товарообмен. То есть мы эти деньги на что-то обмениваем. На коммунальные услуги, на связь, на еду, на одежду, на путешествия, на машины, да, то есть опять осуществляется некий товарооборот. Получается, к нам деньги поступают, и у нас деньги вытекают. Люди, которые становятся банкротами, люди, которые теряют деньги, это у нас кто? Это люди, у которых дебет падающих денег в эту воронку меньше, чем расходы. И получается, что мы не из собственного капитала производим траты, да, а то здесь мы еще какое-то внешнее финансирование привлекаем на денежном рынке, да, то есть если мы вернутся сюда, кредиты, где мы покупаем деньги. То есть когда мы берем кредит, мы что делаем? Мы приходим в банк, говорим банку дай мне миллион, я тебе, соответственно, этот миллион покупаю, ну и, соответственно, я тебе его возвращаю. То есть мы берем кредит на условиях возвратности, платности, срочности. Оговорены сроки, оговорена сумма, оговорена, сколько я за это заплачу, да, то есть здесь получается это некий, тоже деньги являются основой денежного рынка, и в ситуации, когда мы находимся, что у нас вот этот вот дебет, ну, то есть убыль, вернее, из вот этого общего котла, здесь уходит денег больше, чем приходит здесь, мы обнаруживаем себя в состоянии банкротства. В ситуации, когда у нас количество попадающего сюда капитала, количество попадающих денег в этот котел равно оттоку, он у нас постоянно пустой, да, то есть у него наполняемости вообще никакой не присутствует. И тогда возникает вопрос, да, откуда происходит наполнение, то есть что происходит вот здесь, каждый сам знает, да, я вот сюда вот сейчас не лезу. Давайте поговорим, то есть идея в чем богатство заключается, чтобы у нас воды было не столько, вот здесь, да, а чтобы он, соответственно, до краев у нас был наполнен, желательно еще переливался, это бы было вообще хорошо, чтобы мы там раз в пять лет, да, покупали кастрюлю в два раза больше, потому что у нас очень большой поток входящих денег. И тогда возникает закономерный вопрос, а что мы должны над чем непосредственно работать, и что это за такие четыре волшебных источника поступления денег вот в наш этот общий котел для того, чтобы жить богато. Я предлагаю сегодня на этом остановиться. Если вам нравится этот формат, если вы хотите, чтобы продолжить, обязательно подпишитесь на канал, щелкните уведомления, чтобы получать выход новых видео, наберем не менее 100 комментариев о том, что вы хотите продолжение данного формата, обязательно запишем в видео, что это за четыре источника и как увеличить приток сюда денег гораздо быстрее, чем идет отток здесь. Сегодня, ребята, у меня на этом все. На связи был Максим Петров, тестировали новый формат. Пожалуйста, напишите, как он вам. Желаю вам удачи, спокойствия. И опять мы возвращаемся к вопросу, то, о чем хотели поговорить сегодня, то, что дает спокойствие, вопрос понимания товара оборота, оценки, где сейчас находится мой капитал, и как он связан с базисом, а с не надстройками. Думаю, что это будет для вас ценно и полезно. Пишите в комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok